МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валентин Чеботарь заявил, что в условиях, когда сотни тысяч пенсионеров живут на суммы ниже прожиточного минимума, некоторые государственные служащие получают из бюджета страны огромные зарплаты. Мы являемся свидетелями самого большого социального неравенства за всю историю Республики Молдова. Это социальная катастрофа. С другой стороны, есть государственные служащие с огромными зарплатами. И это не министры или депутаты. Сегодня директор Наре ежегодно получает зарплату в размере более 1 миллиона 340 тысяч леев. То есть его ежемесячная зарплата превышает 111 тысяч леев. Годовая зарплата директора Национальной комиссии по финансовому рынку свыше 1 миллиона 150 тысяч леев или 96 тысяч леев в месяц. Его заместитель получает больше 830 тысяч леев в год или 69 тысяч леев в месяц. Глава НБМ в 2022 году получил зарплату на сумму превышающую 1 миллион 960 тысяч леев или почти 163 тысячи леев в месяц. В 2023 году председателю Нацбанка повысили зарплату до суммы более 2,5 миллионов леев, что составляет 213 тысяч 805 леев в месяц. Это эквивалентно примерно двум сотням пенсий. Глава Молдатца получает зарплату в размере 1 миллиона 383 тысяч леев в год или 115 тысяч леев ежемесячно. По словам местного избранника, высокие зарплаты и у представителей других госструктур. Валентин Чеботарь утверждает, что член наблюдательного совета Молдова-ГАЗ получает ежегодное вознаграждение в размере 1 миллиона 766 тысяч леев. Ежемесячная зарплата руководителя компании радиокоммуникации – более 52 тысяч леев. Глава госпредприятия Крикова зарабатывает 1 миллион 317 тысяч или 109 тысяч леев в месяц. Член наблюдательного совета Нацбанка получает в месяц почти 97 тысяч леев, а зарплата директора Государственной дорожной администрации составляет 60 тысяч леев. Советник сравнил представленные цифры с зарплатами и пенсиями, которые получают рядовые граждане. У директора школы со стажем более 30 лет. Есть такая зарплата или нет? Конечно, нет. Зарплата около 15 тысяч леев. Пенсии проиндексировали на 6%. В прошлом году вместо 30%, согласно уровню инфляции, проиндексировали всего на 15%, потому что у нас нет денег. Отметим, что с 1 апреля средняя пенсия увеличилась на 262 лея. Сумма повышения состоит из уровня индексации пенсии на 6% и корректировки величины пенсии в соответствии с экономическим ростом. Экономист Вячеслав Иоаннице ранее заявлял, что если уровень индексации пенсии будет ниже, чем рост зарплаты, то с повышением пенсионного возраста суммы, которые получают пенсионеры, будут сокращаться. Чтобы не допустить такого несоответствия, необходимо повысить пенсии на 40% от средней зарплаты в экономике. Представители правящей власти сказали, что в бюджете нет средств на более высокую индексацию. Бывший премьер Иоан Кику, комментируя это решение, заявил, что в Молдове впервые за последние 15 лет пенсии были проиндексированы ниже уровня инфляции, в то время как зарплаты министров в 2023 году были увеличены дважды, достигнув 50 тысяч леев. Необходимость повышения зарплат министрам и сотрудникам министерств правительстве объяснили массовыми увольнениями с государственных должностей, а также тем, что зарплаты министров относительно низкие.